Я хочу рассказать об одной науке, которая взивается буквально у нас на глазах. Теория субпроизведения — это подраздел аддитивной комбинаторики. В аддитивной комбинаторике я рассказывал в прошлой своей лекции некоторое время назад, а сейчас я коснусь более узкой темы, а именно теория субпроизведения. В аддитивной комбинаторике изучают множество, но не абстрактное множество, как в комбинаторике обычно, а множество элементов, которым можно сплавить. Ну, то есть, например, изучается подмножество целых чисел или, скажем, действительных чисел вообще любого объекта, которым можно сплавить, национально. И изучают всякую комбинаторику, которая может быть выражена с помощью операции «Сложение». Например, в аддитивной комбинаторике есть операция «Сложение двух множеств». Значит, А и В — это множества. И тогда по ним можно построить новое множество, которое называется множеством попарных сумм. Или просто суммой, А и В — это такое множество новое, скажем, «С», которое состоит из всех элементов, которые могут быть выражены в виде суммы. Элемент А плюс элемент Б. Ну, например, если А — это множество просто-напросто числа от единицы до Н, то что такое будет А плюс А? Ну, А плюс А — это будет множество попарных сумм, то есть все числа, которые записываются в виде элемента отрезка плюс элемента отрезка. Ну, это несложно сообразить отрезок на круг до двух манях, да? Давайте еще один пример возьмем. Теперь возьмем множество, давайте я его обозначу B. И пусть B — это не такая алифметическая прогрессия, да, а геометрическая прогрессия. Скажем, 10 в первой, 10 в второй, 10 в B. Геометрическая прогрессия с основанием 10. Ну, тогда ничего умнее того, что B плюс B — это есть множество вот таких попарных сумм 10 в степени I плюс 10 в степени J, где I и J пробегает отрезок от единицы до Н, и сказать нельзя. Правильно? Хорошо. Но с другой стороны, можно попытаться найти, скажем, мощность множества B плюс B. Значит, множество A плюс A — мощность 2 и минус 1. Правильно? Мощность — это количество элементов. Мощность — это количество элементов и обозначается... Хорошо. Хорошо, что можно сказать про количество элементов в В плюс В? Сколько элементов может быть представлено в виде 10 в степени И плюс 10 в степени Ж? Ну, смотрите, на вот эту вот сумму, на элементы этой суммы можно посмотреть как на числа в 10-ричной системе числений, правильно? Тогда здесь у меня написано, что на этом и на житом месте в 10-ричной системе с числением стоят единицы, правильно? Правильно? Так, то есть это вот числа, у которых на этом месте единица, на житом месте единица, а остальные люди. Правильно? Получается, что если я выберу И и Ж, это будут различные числа, правильно? Потому что различные записи в 10-ричной системе числа. Ну, конечно, нужно аккуратнее, потому что если я выберу пару И и Ж, то пара Ж это та же самая пара, правильно? Вот, поэтому они совсем различные И и Ж, да? А можно брать И и Ж с точностью перестанов, правильно? И Ж это Ж. И еще, конечно, нужно понять, что будет, если И равно Ж. Если И равно Ж, то получается, что у нас в истеричной системе числения есть общее место И равное Ж, и там стоит единица двух, правильно? Вот. При различных И это тоже будут разные числа. Ну, поэтому получается, что мощность, число элементов В плюс В, это что такое? Если мы выбираем И неравное Ж, то нужно из отрезка единицы до Н выбрать два числа, это число сочетание из Н по 2, правильно? И еще, если мы возьмем И равное Ж, у нас появится еще лишний М чисел. Н, Н плюс 1, баланс, С. Получается, что у разных множеств сумма вообще-то разная, да? Вот, если я сложу арифметическую прогрессию, то сумма, по мощности, количество элементов в сумме будет 2Н минус 1, а здесь число элементов Н на Н плюс 1 пополам. Это, так сказать, линейная функция в зависимости от Н, а это квадратично. Получается, квадратично растет быстрее, правильно? Получается, что вот множество совершенно разных, да? Одни отсложения растут линейно, а другие квадратично. Наверное, что-то есть еще и посреди. Правильно? Давайте пока в качестве упражнения докажем, что вот этот вот случай самый плохой. По крайней мере, вот во столько любая сумма двух множеств вырастет. Это нам пригодится, я сказать, вспомогательное утверждение в дальнейшем. Давайте докажем такую лему. Если у меня есть два множества даже действительных чисел, то в сумме у них будет по крайней мере мощность A плюс мощность B плюс 1 линейно. Давайте докажем. Сопользуемся тем, что множество действительных чисел упорядочено, да? Поэтому можно упорядочить элементы множества A. Пусть это будут элементы A1, A1. И также можно упорядочить элементы множества B. А теперь я напишу систему неравенства. Давайте я возьму минимальный элемент B и буду складывать его со всеми элементами B. Я рассмотрю сумму A1 плюс B1. Она, конечно, меньше, чем сумма A1 плюс B2. Потому что B2 больше, чем B1. И так далее. Она меньше, чем A1 плюс Bm. Bm последний элемент B. Правильно? Вот. А теперь я, наоборот, зафиксирую элемент B. Буду складывать этот Bm со всеми элементами из A. С A1 я уже сложил. Теперь я буду складывать Bm с A2 и так далее. A3, An плюс Bm. Вот у нас цепочка неравенства. Понятно, что все эти элементы принадлежат сумме A плюс B. Вы просто по определению, где записываются в виде суммы. Это все различные числа. Правильно? Двух коем. Ну вот здесь вот я набрал m чисел. А вот здесь я сначала с A2 со второго элемента. Я набрал m высотой чисел. И значит получается, что A плюс B. Уж по крайней мере не меньше, чем m плюс n минус 1. Правильно? Ну а m и n это были мощности A2. Правильно? Вот здесь есть замечательное упражнение. Простое, но важное. Что на самом деле, если в этом неравенстве, если неравенство равенства, то какое он может быть только если A и B это арифметические прогрессии. Ну то есть, когда вот это неравенство обращается в равенство 3A этому опыту. Ну если, например, я возьму B одноэлементное, да? Тогда A плюс одноэлементное множество это то же самое, что A по мощности. Правда же? Да? Это просто 3K. Значит здесь A, A плюс 1 минус 1A. Это неинтересно. Поэтому давайте считать, что A и B по мощности больше свобод и A плюс B равно A плюс B минус 1. Вот такое может быть тогда и только тогда, когда A и B это арифметические прогрессии с одинаковой разностью. Ну тут очень легко. Мы написали какой-то ряд сумм. Получается, что если A плюс B равно A плюс B минус 1, то другие суммы A и B плюс B житые, они должны совпадать с одной из этих. Правильно? Потому что иных-то нету. Вот. Ну и тогда нужно выяснить, что A и B это арифметические прогрессии. Это мы немножко поговорили о суммах. Слугами регрессии. Рекомендую передовammed 아래ю. У меня нет.